Добрый вечер. Спасибо всем, что пришел. Я просила программу про что-то из хорошо забытого старого. Тем более, что как и забытое, но вы уже начали хорошо. Называется стихи «Беглец». Слышите меня? Я ее любил, не зря, не просто. Сам ее по зернышку растил до ее теперешнего роста. Тут у нас на зеркана, тут у нас на солнышке настил. Все лежу, она стоит ковцаться. Я ж как лебедь крылья распустил. Двое было нас, меня и братца. Показания дали на меня. Упусту не стоило мараться. Уводили на закате дня. Оглянулся, вслед она белела. Словно на пожаре из огня. Дали десять за такое дело. В зале брат и школьница одна. Несмотря, что мама не велела. В общем, все, но ясно, не она. Огласили, перепроводили. И встречали широкая страна. После я кричал тому водили. Он держался ровно ни при чем. Дескать, нас затем сюда родили. Чтобы мы ее пересечем. Я смотрела на дорогу волком. Огрызаясь перед кумачом. И ко мне приглядывался с толком. И не зря, что вы рассвет. Разложивший нас по разным бокам. Возвращаясь к теме десять лет. То в водах сползали. Как бы шкурка. Целопара с пачки сигарет. Но потом в бараб заходит шурка. Говорит, что я ему в долгу. А письмо от братика не шутка. Тут и я, как маленький, бегу. А в письме про новости здоровья. Пропуская себя по берегу. Да еще, как малое присловие. Дескать, перестраиваю дом. Чтобы жить советом и любовью. Добытыми потом и трудом. Где и нам, и вам найдется место. Где тебя, как в воскресенье, ждем. Подтверждение шлет моя невеста. Сад же наш старинный и люблю. Но душа потребовала места. Потому без спроса поступлю. И простишь ли, брат, меня не знаю. Но твою березу поровлю. И душа шагнула, как сквозная. Болг замыл, как личный человек. Но его скорейка запасная. Ночь я думал, размыкая век. И по преднамеренному плану Я ушел в умышленный побег. И бежал, и думал, что не встану. И бежал, давя земную грудь. И бежал, и зажимал, как рану. Без которой нету продохнуть. Ту березу, что любил, как женку. Что прошу особо подчеркнуть. Восемь лет глядел, как кинопленку. Беленькая руки задрала. На ветру подрагивала тонко. Тут и страсть меня разобрала. Километры побежали скоро. Будто сок по скатерти в стола. В августе любимейшую пору. Выпить не осталось я гладко. Почему? Спроси того шофера. Как зовут, не знаю, толстяка. Что провез меня по всей России. И зарезал около торшка. Он сейчас на чьем-то новоселье Водочку кристалловскую пьет. Через чушь стремительно хосея. Про рябину тонко поет. Будто нету дерева прикрашен. Никому прохода не дает. А береза, бракнина и наша. Не пойму, она ли не она. Но листва под цвет овсяной каши. Бледненькая, будто влюблена. Жалость, вызывавшая сугубо. Вот растет и не порублена. Так искать ли брата душегуба Припадать к поруганному пню. Слезный в лапы заливая губы. И стою мертвее день ко днем. В золотом кустарнике поглядом. Наблюдая мысленный ню. Черепом светлее безымян. Проницая взглядом расстоя. Сообщая химию поляном. Вижу все, что не увидел я. Брата на прибеге за беседкой. И тебя, хорошая моя. Брата, задевающая веткой. Овивающая от души. Притворяющаяся соседкой. Будьте счастливы. И не обрешивай. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЛЮТЧИК. Когда он вернулся оттуда куда. Во сне он кричал. И бомбил города. И духи казались ему. Курить он вставал. И окно открывал. Совместные тряпки лежали в навал. И я в темноте собирала сумму. Но это еще ничего. Копать в приусадебный наш огород. Семейного рода. Прикорм и доход. Не стало и мне запретено. Не дал и притрагиваться к овощам. Отъелся. Озлил. Озверел. Оттащил. И сам самокрутки крутил. Но жизнь продолжала себя. Когда ж он вернулся оттуда куда. Гражданского флота летают сюда. За облачных небесей. Когда он вернулся оттуда совсем. Как дети. Которые мамку сафел. Мы были без помощи все. Но это еще ничего. А там высоко за штурвалом поют. Летят стюардессы. Вино подают. Тележки катят по рядам. А мой наверху не в порядке жильца. А сам опирался на плечи отца. И этого я не отдам. И жизнь продолжала себя. Когда ж он вернулся оттуда. Наверное. Безвольного неба. Спустой человек. Таинственный как чемодан. Мы вышли служебно в погожую ночь. Сынок на руках. И около дождь. И бил он меня по мордам. Но это еще ничего. Как влажный румянец. При своей любовь. Скользил по лицу. Его взгляд голубой. Пока он меня обижал. И все родословные. Мы сели в газон. И видели зарево. Где горизонт. Где все. Не тушили пожар. И жизнь продолжала. Седа. Неделю он пил. Как слезу со слезой. Кому-то грозил. Кому-то слеза. И держась отхребел за живот. Потом же притих. И тихо сказал. Что там наверху. Не глядя в глаза. Небесная дочка живет. И дочка. И бабка она. И жена. И как под одеждой она сложена. И я попростила вранье. Но очень уж тщательно. Он описал ее. Равнодушные. Как небеса. Бесцветные. Очень ее. Впервые он видел ее. Горел. Когда городок белоснежный горел. Но мы завершали маршрут. И в синенькой юбке. И в белом платке. Она протянулась в глухой пике. Раскрыть надо мной парашют. Добавил ее на рассвете дней. Всегда пионерская форма на ней. Из синей ленты в посет. И он захрапел. И проснулся домой. Отныне пустой. Хоть не вешай замок. Поскольку гуляли на всем. А я. У меня ничего своего. Но эта астральная сучка его. Воздушный его комиссар. Ответит. Ответит. За каждый вираж. И вспомнит. Погибший его экипаж. И что там еще предписал. А все изменилось. И жизнь зажила. Как будто светла. И прозрачные стекла. И ничего не должны. Ему и постоял. Огляделся окрест. И стал контролером. За честный проезд. На транспорт. От советских стран. Но только однажды вернулся чужим. По-прежнему. И в голосе тот же нажим. И глядя мне близко в лицо. Сказал. Что земное постыло ему. Небесная дочка предстала ему. В троллейбусе. В троллейбусе. Где кольцо. И лег на кровать. И стал умирать. Невидимый пух. С простыни обирать. И умер. Пока без ума. Крича. Я бежала купить кроволом. И вижу. Троллейбус по кругу пошел. А в перу окошко. Сама. Была пионерская форма на ней. Она покраснела до самых корней. Она наклонилась в окне. И страшно у моих зашумела ушах. Но к ней на подножку я сделала шаг. И суд заседает. А мне. Простите ж меня. Хоть прощения нет. Загибель девчонки двенадцати лет. Невинно пропавшийся бог. Что в бездушной. А в рыбу ухе. Небесная дочка. Живет в логарифе. А с кем не узнает. Небесная дочка. И жизнь. Продолжаем. Всегда. И последний стихок прочту. Довольно для себя неожиданным образом. Я его собственно читала. Всего раз в жизни. Потому что написан по конкретному коврду. Мне кажется довольно утилидар. Но сейчас кажется. Вот его хочется прочистить. Потому что чтобы помочь Хадагову в деле очармения нашей действительности. Стихи называются «Выдох». С эпиграфом из Пушкина. И далее мы пошли. И страх обнял меня. Кто этот. Кто этот. И этот. И этот. Легший лгать. И этот. И этот. Легший лгать. Легший лгать. И этот. Зимой. Легший лгать. Легший лгать. И примешься. Что кажется не зря. Легший лгать. Легший лгать. И каждый. Легший лгать. И каждый хочет знать. Ты с кем и кто таковский. И ссышься как во сне. И нечем слать к хуям. И праздничный концерт подносит хворостовский слегка из-за спины как жестовский поднос. И с ним прихмоется как розовый Ходорковский у матросской тишины не самая из нас. Спасибо.